Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии я, Ростислав Билык, и сейчас коротко об основных темах выпуска. Все находятся в одинаковой, абсолютно одинаковой ситуации. Как сберечь культуру? Юрий Грымов встретился с Орловской интеллигенцией. Новые достижения в медицине. В Орле проходит Международная конференция врачей. Как молодые люди читают, понимают и для себя открывают писателя. Молодые ученые взялись за Тургенева. К проекту, посвященному 200-летию классика, подключились аспиранты. Требуется собака. Истории о чудесах. Орловские театры приглашают детей на новогодние спектакли. Генеральный партнер главных новостей ПАО «Орелстрой». Оценка работе правительства. Итоги социально-экономического развития. Ответы на самые злободневные темы. Владимир Путин в четверг, 14 декабря, провел 13-ю большую пресс-конференцию. Аккредитовано было рекордное количество участников – 1640 человек со всего мира. Три часа 40 минут. За это время Владимир Путин ответил на 73 вопроса. Кстати, на главный разговор года пожаловали не только представители СМИ. Директор Мурманского рыбкабинанта притворился журналистом и, несмотря ни на что, задал свой вопрос президенту. Вопрос Китая, Севморпути, связки, обеспечения. Тут 400 листов печатного текста. Лично вам это дарю. Можете потом выкинуть или по диагонали прочитать. Но я хочу, чтобы это все развивалось. Мы хотим соединить Севморпуть. Мы хотим соединить Дальний Восток. Мы знаем, что делать. Мы ходим по кругу. Я вас обманул. Я не журналист никакой. Я случайный журналист. Я председатель СМИ. Мы фактически... Это плохо. Ярких моментов было множество, отмечали журналисты. Президенты не смущали и провокационные вопросы от представителей соседних государств. Нет никакого желания реализовывать Минские соглашения. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой. Но не введенного до сих пор под разными предлогами в силу. Основные социально-экономические показатели были озвучены президентом. Вот некоторые из них. С 2000 года ВВП вырос на 75%. Промышленное производство на 70%. Перерабатывающая промышленность росла ускоренными темпами 60,7%. Реальная заработная плата сейчас припала, и мы тоже об этом поговорим, в результате кризисных явлений последних трех лет. Но все-таки с начала 2000-х реальная заработная плата выросла в 3,5 раза. Пенсия реальная в 3,6 раза. Младенческая смертность сократилась в 2,6 раза. Материнская в 4 раза. По традиции в большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина принимала участие съемочная группа телеканала «Первый областной». Сергей Сергеев, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». Орловский чемпион, кикбоксер Владислав Туйнов объявил о создании в Орле студенческого штаба Путина, аналоги которому уже имеются в нашей стране. Одним из первых подобный штаб был открыт в Волгограде. Я увидел то, что многие города начали тоже откликаться на это, и мне стало это интересно, и мы решили как-то это тоже продвигать и начать как-то в этом плане работать. После чего с моими друзьями мы решили сделать небольшой штаб. В этот штаб может вступить любой желающий, просто написав... Студент. Да, студент, именно молодежь. Он мне может написать в контакте свои данные. Активная молодежь, вступившая в ряды студенческого штаба, сможет приобщиться к спорту и узнать одними из первых из уст Орловского бриллианта «Секреты спортивного успеха». Мы сейчас планируем в ближайшее время, наверное, сделать открытую тренировку, в которой мы посидим, пообщаемся. Я как сделаю, поделюсь своими знаниями, да, именно спортивными. Просто пообщаемся, да, кто-то из ребят сможет записаться сразу в штаб. Вот. И потихоньку мы будем думать что-то и придумывать какие-то интересные вещи, и таким образом будем проводить небольшие мероприятия. Напомним, Владимир Путин 6 декабря объявил о своем намерении участвовать в выборах президента, которые состоятся весной 2018 года. Культура и искусство – ресурс для создания привлекательного имиджа Орловской области. Важно все то, что принесет благо и пользу культуре. 19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков обратился с инвестиционным посланием. На встрече с деятелями культуры и искусства речь шла о некоторых его аспектах. Инвестиционное послание, наверное, не тот привычный формат, который был в области, когда говорилось только об инвестициях. В основной капитал развития регионов промышленности, сельское хозяйство – это инвестиции в регион, который должен развиваться во всех своих аспектах. И культура, безусловно, будет занимать здесь немалое место и будет уделяться огромное значение. Конечно, хотелось бы, чтобы в плане культуры мы все уже перешли на проектную деятельность. Не мероприятие, поскольку мероприятие носят одноразовый характер. А проекты – это и протяженность их порядка год, полтора года, два года. И туда включатся партнеры. Не в качестве спонсоров одноразовых, которые нам дадут возможность как-то нас поддержать, а чтобы это были полноценные партнеры, идея моя и их заразила. И мы на равных этот проект реализовывали. Таким очень сильным впечатлением сегодняшнего дня мы завершили очень интересный проект. Молодые ученые читают Тургенева. Они посмотрят, они подумают, переосмыслят и блестяще уже представят во второй половине 21 века нашу литературную орловщину. Художественный руководитель Московского театра «Модерн» Юрий Грымов стал участником встречи Андрея Клычкова с действиями культуры и искусства. Речь шла о проблемах и путях их решения. Наталья Пехтерева продолжит. Я счастливый человек, поскольку делаю то, что мне нравится. В одном из интервью говорит известный режиссер Театра и Хино, продюсер, художественный руководитель Московского театра драмы «Модерн» Юрий Грымов. Людей, которые, думаю, также он встретил и в Орле. Андрей Клычков пригласил поучаствовать в диалоге с деятелями культуры. Приехал обсудить вопросы репертуара гастролей Театра «Модерн» и как раз согласился с нами сегодня поучаствовать в заседании. И мы даже перед началом мероприятия посетили Орловский музей изобразительных искусств. Нам удалось посмотреть в экспресс-формате, но я под большим впечатлением. Успехи орловчан признаны на федеральном уровне. Как закрепить и приумножить результаты, как сохранить дома культуры на селе. Многие из них хоть и пытаются сохраняться, но очагами культуры их тоже назвать иногда сложно. И здесь нужна понятная системная работа для того, чтобы таковыми они были. Любовь Нелюдимого создала на базе Линского сельского дома культуры Хатенецкого района уникальный литературно-краеведческий музей Тургеневская Полесье. Он принимает гостей со всей страны, получает похвалы и признания. Страшно, что очаг культуры может погаснуть, говорит Нелюдимого. Все про нас знают, все нас любят и каждый раз мы находимся на грани закрытия. Каждый год. Особенно, когда начинается отопительный сезон. Денег нет. Потому что мы сидим на бюджете сельского поселения. Сидящие в зале разделились на тех, кто пришел послушать и высказаться. Вопросы подготовки специалистов, они занимают центральное место в области. Я бы сразу сказал, проблему, как говорится, взять БК за рога целевой прием. О нем много говорят, но он не носит тот характер, который должен носить. Недофинансирование дает свои плоды, но дело не только в бюджетных дотациях. Например, в театре должна быть сбалансирована и понятная политика для зрителей. Что касается чиновников, то с ними можно и нужно выстраивать взаимодействие, сказать общий язык, говорит Юрий Грымов. То, с чем я сейчас сталкиваюсь в Москве, театре, я вошел в президиум худруков Москвы, в 10 человек. И мы рассматривали там всевозможные заявления от худруков. И это дело наше. Это не дело чиновников. Решать, этому дать, этому не дать. Все находятся в одинаковой, абсолютно одинаковой ситуации. Вот я слышу то, что говорят люди, я это слышу точно даже в Москве. Грымов уверен, театр, благодаря его энтузиастам, любителям и государству, сохранило лицо. Почему сохранился театр и полностью исчез кинематограф российский? Полностью исчез. Потому что сподвижники театра, люди, которые работают в театре, зрители и правильная государственная политика, сохранила более-менее театр. В будущем году Орловщина будет праздновать 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Известный режиссер внесет свою лепту словом и делом. Я попробую в Москве говорить, чтобы тотальный диктант проходил на всю Россию и зачитывали Тургенева. На Тургенева, чтобы люди писали. Это вроде бы пустяк, но это тоже, понимаете, на всю страну. Готовы читать. Да, да, готовы читать. Поэтому мне кажется, что в этом есть смысл. Идеи достаточно, поверьте, ведь Орел – город с уникальным наследием, культурным наследием. И, конечно, нужно развивать и туризм. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Прием граждан провел вице-губернатор Александр Бударин. Встреча прошла в администрации области. По личным вопросам к первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области обратились жители Орла, также Мценского и Колпнянского районов области. Большинство обращений касались проблем в сфере ЖКХ. У нас есть дом по Новоморскому шоссе 2,25. Это бывшее общежитие, дом старый. И, значит, крыша совершенно худая. В числе вопросов капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, благоустройство придомовой территории, оплата услуг ЖКХ, а также предоставление земельных участков. Всем пришедшим в этот день на личный прием были даны рекомендации и разъяснения. Вице-губернатор поручил всем профильным управлением оказать конкретную помощь в решении вопросов жителей. Исполнение поручения Александр Бударин взял под личный контроль. Сотрудники госавтоинспекции посетили детские поликлиники областного центра вместе с необычным коллегой. Правила безопасного поведения на проезжей части ребятам объяснял Лев. Кроме того, гости раздавали небольшие, но очень важные подарки, световозвращающие элементы, которые стоит носить на одежде и детских колясках в темное время суток. Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы в очередной раз напомнить родителям и их детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ребятам мы рассказываем, как правильно переходить по пешеходному переходу. Напоминаем о том, что сейчас в условиях короткого светового дня особенно актуально применять световозвращающие элементы. А родителям напоминаем, что они своих детей в салонах автомобилей должны строго перевозить только в детских удерживающих устройствах. Молодые ученые переключились на чтение Тургенева. Они присоединились после филологов, историков и краеведов к проекту, организованному музеем «Классика». Инициатива нашего Орловского государственного университета и музея Тургенева состояла в том, чтобы посмотреть, как молодые люди читают, понимают, для себя открывают писателя. Творческое задание оказалось не только по силам молодым ученым, как сегодня называют первокурсников ОГУ, но и старшеклассникам. Они также приняли участие в конкурсе, который дал старт Тургеневским юбилейным мероприятиям. В год юбилея предстоящего мы уже давно начали готовиться. У нас есть комплекс мероприятий, в который входит и наша конференция для молодежи. С другой стороны, ИСТФАК, история очень близка к Тургеневу. Приняли участие и студенты медицинского, и художественно-монографического, и исторического, и физико-математического факультета. Причем каждый находит свой аспект в этой тематике. Орел посетили светило, европейские медицины, все они. Участники международной научно-практической конференции «Трансляционная медицина». Виктория Юркова с открытия. Международная конференция по медицине впервые в таком международном масштабе и на Орловской площадке. Идея собрать на одной площадке в нашем городе, которая обладает своими уникальными способностями с точки зрения экологии, с точки зрения университета, такого многопрофильного и приоритетных проектов, ведущих ученых со всего мира, которые могли бы поделиться опытом введения в практическую медицину или в жизнь проектов, связанных с повышением качества жизни. И сегодня на нашей площадке участвуют представители и Франции, и Германии, и Финляндии, и Словакии, и Чехии. Медики, математики, физики и биотехнологи. В драмтеатре. Организатором конференции выступает ОГУ имени Тургенева. Для опорного ВУЗа конференция стала той пилотной площадкой для апробации новых возможностей и технологий. Только в этом году в ВУЗе появились 20 уникальных программ. Было интересно послушать наших уважаемых академиков, которые рассказывали такие вещи, ну, как это, клинические какие-то, которые до нас, до физиков, ну, весьма далеки. И вот, конечно, когда услышав и увидев, вот, непосредственно, как они видят это, с точки зрения лечения, то есть, пациентов, с точки зрения создания новых методов диагностики или терапии, то, конечно, это очень важно для нас. Я физик по образованию, физик, который занимался лазерами. А здесь это хорошая возможность встретиться с людьми, которые занимаются медициной, биологией. И у нас достаточно много сотрудничества с Орлом, с Орловским университетом. На сегодняшний день, вот, часть наших разработок современных уже, так сказать, поет, так сказать, в новый этап. Современное достижение лазеров и микроэлектроники позволяет создать вот такой наручный прибор. Это целый медицинский прибор, да. Вот, нажав на этот пальчик, на эту кнопочку, мы запускаем его и измеряем кровоток. Он может работать с айфоном, с айпедом, с компьютером. Так что это некое новое качество для именно трансляционной медицины. Конференция «Трансляционная медицина» продлится несколько дней. Участники обсудят молекулярную и экспериментальную медицину, цифровое здравоохранение, биомедицинскую оптику и фотонику и многое другое. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Труппы Орловских театров начали подготовку к Новому году. «Три толстяка», «Снегурушка», «Кот в сапогах» и спектакль с названием «Не хочу быть собакой». Эти постановки орловчане увидят в конце декабря и начале января. Открыли праздничную эстафету артиста русского стиля. Подробнее расскажет Наталья Чунина. Пока артисты академического театра готовятся к премьере «Три толстяка», а в свободном пространстве кипит работа по восстановлению спектакля «Снегурушка», театр «Русский стиль» уже готов нести в массы новогоднее настроение. По 10 число театр уже начинает активно работать с детьми новогодними детскими спектаклями. Их довольно у нас много, и сейчас новый спектакль выходит, премьера «Не хочу быть собакой». По-моему, очень любопытная, смешная премьера. И остальные наши сказки, которые, в общем-то, пользуются таким бурным успехом у орловских и не только орловских детей. Каждый должен делать то, что лучше всего умеет, гласит народная мудрость. Однако все может перевернуться с ног на голову из-за простого, но очень привлекательного объявления. В округе замечена лиса, и поэтому в наш двор срочно требуется собака. К должности собаки прилагается питание и отдельное жилье. Среди желающих устроиться на такую вакансию оказались голосистый петух и пушистый кот. А вот настоящая псина Мотя не хочет быть собакой. Я, наверное, совсем не собака. Что мне делать с собой, я не знаю. Не люблю потасовки и драки. И хвостом всем прохожим виляю. Не рычу, не кусаюсь, не лаю. Быть так хочется доброй и верной. Что мне делать с собой, я не знаю. Я совсем не собака, наверное. Это новый, забавный и добрый спектакль рассказывает, как найти свое место в жизни. Как и в большинстве сказок, это история о том, что нужно быть добрым, храбрым, помогать слабым и ничего не бояться. Однако попасть на спектакль «Не хочу быть собакой» в этом году зрителям не удастся. Все билеты распроданы. Узнать, чем же закончится веселая и остроумная история, можно будет 2 и 3 января. Возрастное ограничение 0+. Наталья Ильчунина, Павел Руднев, телеканал «Первый областной». Обзор спортивных событий за неделю представит мой коллега Андрей Деркач. Здравствуйте. В областной столице прошел открытый чемпионат и первенство региона по армспорту. В соревнованиях наравне с сильным полом боролся и слабый. Состязания за медали первенства и чемпионат Орловщины развернулись в традиционном для данной дисциплины формате двоеборье. Заявлены как мужчины, так и девушки, где каждый из спортсменов борется на обеих руках. По сумме двух зачетов определяется победитель в своей весовой категории. 5 районных команд, 120 участников, 11 весовых категорий. В среднем для победы в спарринге армрестлеров уходит до 10 секунд. Эксперты армрестлинга в один голос твердят, выиграть неподготовленному просто так, полагаясь на необузданную богатырскую силу, не выйдет. И здесь не в мышцах дело. Важна работа суставно-связочного аппарата. Немалую роль играет знание техники. Чем старше спортсмен становится, не значит, что он теряет силу. Спортсмен теряет выносливость, да, но в силе, потому что суставы, связки, они как раз с возрастом только набирают свою силу. У нас много чемпионов, которые в 35-40 лет выступают. По итогу сильнейших в своем деле ждет национальная проверка. Победители сегодняшних соревнований, которые захотят, поедут буквально через неделю на всероссийский турнир в город Алексин. Турнир памяти, ой, не памяти, просто Юрия Николаевича Пузакова. Две домашние игры принесли три очка в актив баскетболистов опорного вуза. БК Орел ГУ принял в Олимпийском ростовских барсов. Первая встреча ознаменовалась победой Орлов. Домашние трибуны поддерживали главную историческую команду области. Все решалось на исходе последней четверти, где ростовчане уступили со счетом 68-73. Ответный матч с барсами состоялся днем позже, но фортуна не повернулась лицом к БК Орел ГУ. Оборона уступила перед натиском гостей. Завершилась борьба с отрывом в два очка, 70-72 в пользу Ростова. Подопечные Алексея Барнякова проведут последние матчи этого года, 15-16 декабря, против столичного Мгавка. Плавчиха Римма Васильчук привезла из Тюмени восемь медалей. Чуть больше двух комплектов наград пополнили коллекцию регионального президента Федерации зимнего плавания и закаливания. Всего это три бронзы, столько же серебра и две золотых медали. Римма Васильчук приняла участие в первом лично командном чемпионате России по зимнему плаванию. Каждому человеку что-то интересно чем-то заниматься, мне этим интересно заниматься. А самое главное, это здоровый образ жизни, это не что-нибудь другое, понимаете, для этого я живу. На четыре дня в Тюмени собрались спортсмены из семи стран мира, 76 городов. В общем количестве в заплыве участвовало 380 моржей. Римма Петровна выступала в категории ветеранов. По словам плавчихи, конкуренция была очень жесткой. В мастер спорта по плаванию или я любитель, есть разница. Конечно же у меня золото только одно среди личного команды. Да, у нас двое было, она ветеран спорта, я еще женщина была с Татарстана, нас трое было. Ну вот, так что мне не получилось, ну что теперь делать. Я лично считаю, что за это тоже спасибо, потому что мне все-таки тоже возраст уже. И я любитель, я как черепаха-тортилла. Плыву и плыву себе. Орел примет турнир по кикбоксингу «Юность России». Всероссийские состязания проведут в нашем городе 16-18 декабря. По сложившейся традиции в турнире примут участие не только местные бойцы, но и кикбоксеры из других регионов страны. Ожидается участие порядка 200 человек. Побороться за медали в «Юности России» приедут спортсмены не только из ближних, но и дальних регионов страны. Медали турнира будут разыграны среди юношей и девушек в шести возрастных категориях. Все поединки пройдут в спорткомплексе «ТМК Грин». Торжественное открытие 16 декабря в 14 часов. На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных. На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефону редакции 76 10 28, а также 508 088. В студии был Ростислав Билык. Всего доброго. Натуральный кофе «Либо оригинал». Обладает насыщенным вкусом с приятными фруктовыми нотками. Подарит вам заряд эмоций и вдохновения для новых совершений. Всегда хорошие новости. С кофе «Либо оригинал». Барбекю-ресторан «Ранчо». Американская неполитическая кухня. На Московской 30. Звони 55 30 16. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Нетвид дарит подарки с 15 по 31 декабря. Совершив Нетвид покупку на сумму от 15 тысяч, получи скрэч-карту и узнай, какой из двух тысяч подарков тебе достанется. Вдруг там холодильник или большой телевизор. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Доброе отношение к людям – это и есть высшая правда. Подпишитесь на газету «Орловская правда» и получите супер-приз «Кутевку в древнюю Казань» от туристической компании «Жемчужина», а также другие призы. Желаю удачи «Орловской правде» и процветания. 23 декабря в 14 часов в торговом центре «Малиновая вода» состоится традиционная акция среди подписчиков «Орловской правды». Для участия пришлите копию подписного абонемента в редакцию и приходите на акцию. Желаем удачи! Здравствуйте! Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Столбик термометра поднимается до отметки в плюс 8, что просто феноменально для середины декабря. Через несколько секунд расскажу подробные сводки. Не важно, какая погода сегодня, важно всегда выбирать то, что вкусно. Генеральный партнер программы «Мценский мясокомбинат». Компания «Либо кофе» объявляет новогодний конкурс семейных фотографий «Лапушки». Размещайте фотографии со своими питомцами в группе ВКонтакте, либо конкурс на Первом областном. Участвуйте и получайте подарки. И к прогнозам. В «Мценске» пасмурно и дождь днем плюс 8 градусов, ночью плюс 1. В «Ливнах» пасмурно, кратковременные дожди днем плюс 8, ночью плюс 3. В «Болхове» дожди и пасмурно, температура днем плюс 8, ноль ночью. В «Орле» плюс 6, пасмурно, небольшие дожди и ночью плюс 2. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Это был прогноз на субботу. Проводите время с Первым областным. Наши партнеры. Сеть магазинов «Сантехтепло». Оборудование для водоснабжения и отопления вашего дома. Щипная площадь, дом 7. Мир из продаж новосенней и зимней коллекции. Одежда и обуви уже в продаже. «Орел», «Автовокзальная 3», «Московское шоссе» 156Б. Нежные и воздушные, роскошные и элегантные, классические и ультрамодные платья от салона «Свадебные» и «Вечерней моды СВ» помогут составить ваш блистательный образ на любое торжество. ЦУМ, новый корпус, третий этаж. Одежда ведущей предоставлена магазином «Марита». В «Марите» большой выбор пальто и курток, брюк и многое другое. На модели прошлых сезонов скидки ЦУМ, центральный вход, второй этаж. Насыщенные субботы, всего доброго, до свидания. Славится Орловщина вкусными деликатесами. Мценский мясокомбинат бережно хранит лучшие традиции. Мценские колбасы готовят только по любимым рецептам. Ох, как вкусно! Мценские колбасы. Выбирай, что вкусно. Сеть магазинов «Сантехтепло». Котлы, колонки, фитинги, трубы, радиаторы, смесители, мебель для ванной комнаты от производителя. Акция. Газовый двуконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания «Бош» за 25 220 рублей. Радиатор литой алюминиевый «Аллекорт». Одна секция – 240 рублей. Магазин «Сантехтепло». Щипная площадь 7. Мир распродаж. Новая осенняя и зимняя коллекция одежды и обуви уже в продаже. Ждем вас. Московское шоссе 156-Б и улица Автовокзальная 3. Мир распродаж. У нас вы найдете все. Эксклюзивный представитель свадебной и вечерней моды в Орле. Салон СВ. Сум. Третий этаж. Магазин финской одежды «Марита» предлагает вам большой выбор женской одежды любых размеров. От производителей Финляндии, Германии, России. Мы ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в здании «Универмага». Центральный вход. Второй этаж налево. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Новогодний кредит 12% от Банка Восточного. 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 Новогодний кредит 12% от Банка Восточного.